Добрый день, меня зовут Дмитрий Тарасов, я основатель сервиса HouseControl и сегодня хочу поговорить о том, как опубликовать мобильное приложение в магазине AppStore, Google Play или Windows Store. Сразу могу сказать, что процесс этот очень простой, обычно не вызывает никаких затруднений, он очень прямолинейный и практически одинаков для каждой из рассматриваемых платформ. Поэтому я предлагаю просто просмотреть базовые шаги, которые необходимо предпринять в процессе публикации и обозначить некоторые моменты, которые важно учитывать при планировании процесса публикации приложений в Store. Итак, простейшая базовая ситуация, вы работаете над своим мобильным приложением и хотите опубликовать его в магазине и, если повезет, получать какую-то прибыль с него. Что для этого нужно? Во-первых, вам естественно понадобится аккаунт в магазине приложений. Во-первых, вам естественно понадобится аккаунт в магазине приложений, потом вам понадобится счет, на который Apple, Google, Microsoft будет переводить вам платежи за продажи приложений в своих магазинах и также вам нужно будет решить со своим юридическим статусом и разобраться, как платить налоги. Начнем с простого. Если говорить о процессе регистрации девелопер-аккаунта, то могу сказать сразу, что регистрировать его нужно чем раньше, тем лучше. По той простой причине, что, например, при создании iOS-приложения у вас просто не получится полноценно заниматься разработкой приложения даже на уровне проектирования, если у вас не будет девелопер-аккаунта. Дело в том, что вся техническая документация и большинство средств разработки предоставляется исключительно зарегистрированным разработчикам. В случае с Google и Microsoft такой проблемы нет, но опять-таки, если у вас есть аккаунт разработчика для этих платформ, вы можете использовать очень полезные инструменты разработки, которые могут вам пригодиться, например, инструмент для проведения открытого и закрытого бета-теста в случае с Google. То есть, проще говоря, лучше зарегистрировать аккаунт разработчика, чем раньше, тем лучше, потому что это сильно упростит для вас процесс разработки и процесс планирования публикации приложения. Что касается непосредственно процесса создания аккаунта разработчика, то опять-таки он очень простой, очень прямолинейный и заключается в том, что вам нужно просто заполнить простейшую анкету, которая плюс-минус одинакова в случае регистрации аккаунта на любой платформе и содержит просто ваши контактные данные, ваши данные вашего банковского счета и другую незначительную информацию, вроде описания вашей компании, вашего проекта и веб-сайта. То есть, все очень просто, но хочу обозначить два момента здесь. Во-первых, имейте в виду, что, например, при создании аккаунта разработчика для iOS он будет привязан к Apple ID. Это может привести к такой ситуации, что когда, например, аккаунт разработчика создается в спешке, обычно используется чей-то персональный Apple ID, например, Apple ID основателя проекта, либо программиста, не дай бог, или вообще тестера, и аккаунт разработчика привязывается к нему, и это, возможно, это может обернуться такой ситуацией, когда человек уходит из проекта и забирает вместе с собой свой Apple ID и аккаунт разработчика. Поэтому, чтобы избежать этой ситуации, вам нужно заранее создать специально выделенный Apple ID именно для цели разработки и привязывать аккаунт разработчика именно к нему. Случаи с платформами Android и Windows ситуация абсолютно аналогичны, потому что для любой экосистемы используется персональный ID именно этой экосистемы. То есть, это важно иметь в виду при планировании. Дальше, второй момент. При регистрации аккаунта разработчика в App Store и Windows Store вам будет предложено выбрать из двух вариантов персональный аккаунт и аккаунт компании. С точки зрения возможностей, которые предоставляют типы этих аккаунтов, разницы абсолютно никакой нет. Все те же возможности, вы без проблем опубликуете свое приложение и там, и там. Разница лишь в том, что при регистрации аккаунта компании вам нужно будет предоставить копию учредительских документов вашей компании и подтвердить, что вы имеете право публиковать контент от лица этой компании. Это ведет к тому, что создание аккаунта разработчика компании может занимать несколько дней, в отличие от персонального аккаунта. Так что, если у вас небольшая команда, стартап, может быть маленькая компания или если вы вообще индивидуальный разработчик, можете смело использовать персональный аккаунт. Он проще, дешевле и создается быстрее. Дальше. После того, как вы заполните анкету, выберите тип аккаунта, вам нужно будет оплатить регистрационный взнос в размере 99 долларов в случае с платформой Apple, 25 долларов в случае с платформой Android от Google и 19 долларов в случае с Windows Store. После подтверждения оплаты и после активации аккаунта разработчика вам открываются все возможности консоли управления разработчика, включая доступ к документации, доступ к базе знаний, доступ к различным инструментам разработчика и, естественно, доступ к возможности публикации приложения. Теперь про процесс публикации приложения. Опять-таки, на всех платформах он плюс-минус одинаков и заключается в том, что вам нужно загрузить установочный файл приложения и его метаданные. Что такое метаданные? Метаданные — это, по сути, вся та информация, которая необходима для того, чтобы отображать ваше приложение в листинге конкретного Store. То есть это иконка, название приложения, описание приложения, скриншоты, категория приложения, контактная информация. Вот это все метаданные. И в связи с этим хочу отдельно отметить, что есть смысл очень внимательно отнестись к подготовке метаданных для каждой из платформ, потому что он может занимать до нескольких дней. И, например, если вы публикуете свое приложение в App Store и оно появляется в Store, то вы уже не можете изменить ключевые метаданные без обновления самого приложения, то есть без обновления именно бинарного файла. Для пользователя это будет выглядеть как полноценное обновление, лучше этой ситуации избегать. Поэтому, чтобы избегать ситуации, когда вам нужно исправить опечатку или добавить новый скриншот и делать это в спешке, в суматохе, лучше заранее запланировать тщательную проработку метаданных, заранее выделить какое-то значительное время на то, чтобы все это загрузить в админку App Store и все как следует проверить. Дальше, после того, как вы загрузили метаданные, загрузили бинарный файл, вы нажимаете на кнопку «Опубликовать приложение», но оно не публикуется сразу. После этого оно идет на проверку в команду, которая, собственно, занимается проверкой приложения разработчиков на соответствие их гайдлайнам конкретной платформы. То есть ваше приложение будет проверено на предмет того, что оно не крашится при запуске, что оно не содержит запрещенного контента, что оно не содержит функциональности, которая не допускается конкретной платформы, например, там какой-то сторонний смс-биллинг, не дай бог. И если команда, которая проверяет приложение, найдет какие-то недочеты, она пришлет вам письмо, и вам нужно будет исправить эти недочеты и отправить приложение на публикацию заново. Дальше. С точки зрения разработчика процесс прохождения ревью закрыт на каждой из этих платформ, отличается только длительностью прохождения ревью. Так, например, в случае с публикацией приложения для iOS приходится ждать до 10 суток, чтобы получить ответ от Review Team, прошло, не прошло. В случае с Windows Store это до 5 суток, а в случае с Google Play всего лишь несколько часов. В связи с этим небольшая такая подсказка. Компании, которые занимаются разработкой приложений для всех основных мобильных платформ, практикуют использование Google Play как первичной платформы, на которой они выпускают приложения. Почему? Потому что, во-первых, они имеют возможность загрузить приложение и сразу, через несколько часов получить уже фидбэк от своих пользователей. Они имеют возможность в реальном времени менять метаданные приложения, чего нельзя, в Apple Store. И, соответственно, смотреть, какой вариант метаданных работает лучше, какая иконка привлекает больше пользователей, какое описание привлекает больше пользователей, какие скриншоты лучше работают и так далее. Поэтому, если вы планируете разработку своего приложения сразу для всех трех платформ, хорошая идея делать Android как бы первой платформой, на которой вы релизитесь, обкатываетесь, а потом уже публиковать свои приложения в App Store и Windows Store. В случае, если все в порядке, в случае, если приложение успешно прошло ревью, оно попадает в Store и начинает аккумулировать загрузки и, если повезет, продажи. Говоря о продажах, что нужно для того, чтобы получать доход от продаж своего приложения в App Store, в App Store и Windows Store? Как я уже сказал, вам понадобится расчетный счет в банке. Причем важно отметить, что работает только расчетный счет. То есть вы не сможете получать деньги чеком, не сможете получать их на WebMoney, на номер телефона, никуда. Только полноценный счет в банке. Здесь важно, что если вы ориентируетесь на все три платформы, то вам нужно иметь два счета в рублях и в долларах. Дело в том, что Microsoft переводит платежи российским разработчикам в рублях, а вот Apple и Google исключительно в долларах. Поэтому нужно иметь два банковских счета. Дальше. Важно иметь в виду, что и Google, и Apple, и Microsoft переводят вам платежи за вычетом 30% комиссии. То есть если ваше приложение продалось на 1000 долларов, то Google, Apple и Microsoft переведут вам 1000 долларов минус 30%, то есть 700 долларов. Важно это учитывать. Второй момент. Apple и Microsoft переводят платежи только в случае, если вы достигли какого-то минимального порога. В случае с Apple это 150 долларов, в случае с Microsoft это 200 долларов. То есть если вы делаете приложение для Windows Store, вы не сможете получить деньги, пока оно не продается на 200 долларов. Бывает такое нечасто. А вот Google как раз не имеет такого порога, то есть он есть, он формальный 1 доллар, но он будет вам переводить деньги, даже если вы продаете по одной копии приложения в день. Вообще могу отметить, что во всем процессе от создания аккаунта разработчика до публикации приложения и получения денег самая сложная часть это именно открытие банковского счета, работа с валютным контролем и уплата налогов. Поэтому я могу рекомендовать поконсультироваться с вашей районной налоговой, как правильно платить налоги, со своим банком, как правильно работать с валютным контролем. И самое главное, вам нужно будет определиться, в каком юридическом статусе вы будете работать. Потому что возможны варианты. Вы можете работать как физическое лицо и самостоятельно платить 13% налогов от поступлений на ваш счет физического лица. Вы можете работать как, например, индивидуальный предприниматель по упрощенной системе налогообложения. Можете быть ООО и так далее. Если говорить про небольшие команды, стартапы и индивидуальных разработчиков, то практика показывает, что самая оптимальная модель это использование индивидуального предпринимателя, работающего по упрощенной системе налогообложения. Во-первых, если вы выбрали объект налогообложения и доходы, вы будете платить всего 6% налогов. Во-вторых, оформить индивидуальное предпринимательство достаточно несложно, если сравнивать, например, с оформлением полноценного ООО. И в-третьих, в случае, если вы решите развивать свой бизнес дальше, и, например, у вас возникнет потребность заключать договора с кем-то еще, помимо Apple и Microsoft, наличие статуса индивидуального предпринимателя очень вам в этом поможет. Но опять-таки, я рекомендую обратиться в налоговую, почитать соответствующие материалы и как следует подумать, в каком статусе вы будете работать, потому что от этого будет зависеть, как вы будете платить налоги. Опять-таки, процесс этот, конечно, не очень тривиальный, к сожалению, но все равно не настолько сложен, чтобы быть реальным препятствием. И единственное, что я хочу отдельно отметить, это то, что если вы все-таки выбираете упрощенную систему налогообложения и объект налогообложения доходы, то вы должны платить налог в размере 6% не с той суммы, которую вы получаете от Apple, Google и Microsoft, а это, как мы помним, сумма продаж минус 30%. Вы должны платить налог именно с суммы продаж, то есть, если ваше приложение продалось на 1000 долларов, Apple перевел вам 700 долларов, то вы должны заплатить налог с 1000, а не с 700 долларов, как логично было бы предположить. Дело в том, что с точки зрения российского законодательства ваш доход это 1000 долларов. Это очень важно учитывать, потому что многие начинающие разработчики это не учитывают, не доплачивают налоги и имеют проблемы. Надеюсь, это вас не остановит от создания отличных приложений и увидимся в App Store.